На трибунах красным красно. Фанаты команды «Автомобилист», которых отличали узнаваемые шарфы, шапки, майки с символикой хоккейного клуба, не могли пропустить легендарный матч в своем городе. Все ветераны здесь, мы их прекрасно знаем, легенда в Ротаре. Александр Третьяков, который также полностью обмундировался в форму болельщика-автомобилистом, зачитал стихи собственного сочинения. В его коллекции десятки спортивных кричалок в честь авто. Со мной болельщик солидарен, когда я говорю про то, что клубу очень благодарен. Мы любим все тебя, авто. Всегда готовы, приходим, ждем с нетерпением этого матча. Почему именно «Автомобилист» третий год подряд приезжает на матч в наш город? Потому что долгие годы наш земляк Василий Татаринов играл в составе этого Свердловского хоккейного клуба, куда его пригласили после успешных сезонов в Верхнесалдинском старте. На памятной встрече присутствовала дочь Василия Ольга. Открывая матч, она поблагодарила руководство цеха номер 51 за добрый прием и организацию встречи. Добрыми словами Василия Татаринова вспоминал и Альберт Федоров, заслуженный тренер России, воспитавший 28 мастеров спорта. Альберт Викторович пожелал хоккейным дружинам удачи и, конечно, бескомпромиссного и красивого хоккея. Играли, как и принято в хоккее, три периода по 20 минут. С первых секунд спортсмены-автомобилисты захватили преимущество и открыли счет 1-0, а затем удвоили разрыв 2-0. Среди игроков «Титана» отличился нападающий Александр Филатов, сумевший реализовать пас и забросивший первую шайбу 1-2. Все-таки ребята классом выше, надо этому давать должное. Мы что умеем, то показываем. Да, мы третий год подряд встречаемся. Хотелось бы сказать большое спасибо нашему руководству в лице генерального директора, что идет нам на встречу. В общем-то, я считаю, это грустный, но все равно праздник. За происходящими на льду событиями пристально наблюдали и ветераны саладинского спорта, которым довелось играть с Василием Татариновым. С Васей я с таких вот лет дружил. И в футбол играли, и в хоккей играли. Воспоминания самые хорошие. Парень был добродушный, ответственный. В дружбе как человек номер один. Замечательный хоккеист, порядочный парень. Этим все сказано. Воспоминания у меня было одно такое, что у него был как отец Старца Небесного Тепляков Сергей. Вот они как отец с сыном были. Вот это мне, как сейчас вспоминают, приятно. А Сергей Тепляков был один из лучших. Всю жизнь сопровождаю мужа на хоккее. На все матчи ходим, смотрим, болеем. А с Василием Татарином встречались, наверное, за год до его смерти. Он приезжал в Новосибирск с командой играть. Был у нас в гостях. Сидели, кофе пили. Потом его провожали до гостиницы. Подарили ему пару книг про хоккей. Расстались вот так вот. Но вернемся к матчу. Автором второй шайбы в пользу Титана стал Илья Емец, который реализовал удар в ворота авто с передачей Александра Филатова и Дмитрия Токарева. Наши спортсмены старались как могли, но обыграть опытных хоккеистов не получилось. Серия булитов после основного счета 2-7 добавила еще три очка соперникам. Итак, игра закончилась со счетом 2-10 в пользу автомобилиста. Но совсем не обидно проигрывать такому сопернику. За авто болеет вся Свердловская область. А кого поддерживают сами именитые хоккеисты? За город, за команду. В этом году как никогда, такого никогда в истории не было. Команда шла на первом месте. Ну, сейчас маленько, чуть-чуть как бы они сдвинулись. Но все равно, тем не менее, я переживаю за Свердловский хоккей, за нашу команду. Ну и как бы вообще за Свердловский хоккей в целом. С Алдинством развиваться. Хорошая команда. Я второй год приезжаю. Мне нравится ваша организация. Все хорошо. Развитие только, чтобы были спонсоры, помогали вам. Все, в следующем году приедем, если позовете. Спортсмены обменялись дружескими рукопожатиями и подарками. Алексей Забродин, начальник цеха 51, вручил игрокам обеих команд сувениры с логотипом ВСМПО. А гости Екатеринбургского клуба – брендовую спортивную майку «Автомобилист», на которой выведено имя и номер 17. Салдинского хоккеиста Василия Татаринова.